Добрый день, с вами Дина Краснова и в этом видео я вам расскажу про новую возможность, которая появилась в программе начиная с версии 3.0.96. Указание в авансовом отчете способа учета НДС по командировочным расходам. Здесь вот я уже создала авансовый отчет по командировке, добавила документ. И здесь, если мы подвинемся вправо, мы увидим, что у нас добавилась возможность, у нас будет вестись учет НДС. По умолчанию здесь не принимается к вычету. Если перейти по гиперссылке, можно установить флажок «Принять к вычету», указать данные по документу, на основании которого будет приниматься к вычету это НДС. И, соответственно, данные НДС будут попадать в книгу покупок. Например, если здесь я укажу какие-то данные, то у меня меняется на «Принимается к вычету». И сейчас, если мы укажем какого-то сотрудника, здесь я просто примерные данные указала для того, чтобы нам посмотреть НДС. Если мы проведем данный документ, здесь у нас будет сформирован регистр НДС предъявленный, сформирована проводка на НДС. И если мы посмотрим книгу покупок, то есть это отчеты НДС, книга покупок, здесь мы увидим, что наша сумма здесь прошла. Вот на 200 рублей данный НДС тоже попал в книгу покупок. Вот такая вот новая возможность. По указанию способа учета НДС в авансовом отчете появилась в программе, начиная с версии 3.096. А если вы хотите узнать больше про то, как работать с НДС в программе, а также теорию по этому налогу с нуля до заполнения декларации, то приходите на наш курс по НДС, ссылку на него вы найдете под этим видео. Я благодарю вас за внимание. С вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, если вам было полезно это видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеоканалы. И заходите в мою группу в соцсетях, все ссылки вы найдете под этим видео. А я желаю вам всего самого доброго и до встречи в моих следующих видео.